Приветствую вас! И давайте попробуем сразу определить, что когда вы ушли в декретный отпуск, когда вы родили детей, произошло сразу две вещи. Первое, вы достигли как женщина большего, чем другие коллеги. И второе, вы прекратили с ними общаться, то есть у вас пропал психологический контакт с ними и эмоциональный связь, вы выпали из коллектива. В результате коллеги вам теперь завидуют, отчет считают, что вы добились большего, считают, что вы теперь выше их по статусу и не видят для себя возможности, ну, мягко говоря, общаться с вами как раньше. Потому что для них вы уже теперь другая, для них вы уже теперь мама, для них будет теперь женщина с детьми, а они нет. И у них на фоне вот этого вот непринятия вас, непринятия вас, вырабатывается, выработался, можно сказать так, выработался защитный механизм. Я бы даже сказал, стабный механизм, когда они создали свою группу, а вас в эту группу не пускают. Что касается второй темы, второго момента, то здесь, ну понятно, прошло время, и вы уже потеряли, как бы, ход в мысли, вы с ними не переживали какие-то события и, естественно, с вами они уже обещают не так. И проблема здесь заключается в том, что когда вы выходили из декретного отпуска, вы ожидали чего-то. Вы ожидали определенных эмоций, вы ожидали определенных чувств, вы ожидали определенных ситуаций, определенных переживаний и прочего. А этого не произошло, ожидания оказались неоправданными, вы испытали разочарование, а главное растерянность, вы не знаете, что теперь делать. Соответственно, что вам нужно в первую очередь предпринять? Во-первых, говоря про вот эту вот возможную зависть или даже независть, просто изменившийся статус вас по отношению к остальным коллегам. Можно сказать следующее, что к этому относятся спокойно и в любом случае понять, что те, с кем мы дружили искренне, вас не бросили бы, не забыли бы вас, встретили бы вас с радостью. А раз так получилось, значит их отношение было не искренне к вам. Они просто разделяли с вами, ну вот, трудовые деятельности и все. А сейчас, когда вы в глазах, скорее всего, стали более успешны, они не могут с вами общаться, потому что они считают себя хуже. Они считают себя хуже вас. Значит, что нужно сделать? Вот это понять, осознать себя, да? Осознать это. Попробовать однятись с ними с пониманием. И дальше, дальше, если вы хотите дружить с ними, то дружить как? Вот как с подругами дружить не получится, потому что это все-таки коллеги. А женщины вообще дружить не умеют, потому что у них нету такой вот солидарности мужской, как у... У них нет такой солидарности у себя, как у мужчин. Поэтому на дружбу, прям вот, искреннюю дружбу рассчитывать не стоит. А в коллективе-то еще хуже дела обстоят. Поэтому вам нужно их вот понять, принять их поведение, отпустить свои ожидания, то есть перестать, надеяться, вернуть отношения к тому уровню, на котором они были раньше. Потому что это у вас не получится, слишком многое изменилось. А когда вы отпустите ожидания и перестанете стремиться к тому, что было раньше, вы автоматически откроете себя для новых плюсов, для новых форм общения, для новых отношений, уже других, потому что вы за время теперь стали другим человеком. И это, кстати говоря, еще одна причина, по которой отношения, как и раньше, невозможные. Роды и последующее пребывание с людьми женщины меняют, меняют достаточно сильно. Может быть, вы стали более спокойными, может быть, вы стали, наоборот, более активными. И что-то еще у вас поменялось. И вы, самое главное, поменялось в предприятии. Поэтому из-за того, что вы стали немножко другим человеком, не нужно думать, не нужно надеяться, что отношения с коллегами будут такими же, как раньше. Это очень нужно понимать. Это очень правильно нужно понимать. и осознавать. И искать новые плюсы, новые моменты в том, что вы делаете, новые положительные элементы. В том же, что касается непосредственного общения, то здесь вам нужно показать коллегам своим, что вы та же самая их сотрудница, что и были раньше вы. Что вы не изменитесь, что вы так же себя ведете, что вы все та же. Просто напомните им об этом. Дайте им понять. Поддержите в трудную минуту, посмотрите, что им нужно сейчас, что им не хватает. Попробуйте поговорить с каждым по душам. Попробуйте вместе, вместе со всеми поговорить. Можно наконец устроить что-то вроде банкета, пригласить их или устроить праздник на работе, чтобы сплотить их вокруг вас. То есть показать всевозможными образами, что вы рады, что вы хотите с ними сблизиться, что вы такой же человек, как им и были раньше. Что вы не изменили. Тут нужно понимать, что на такой искренний поступок, на такой искренний посыл, кто-то ответит вам положительно, кто-то будет действительно с вами ближе общаться, кто-то нет. И вот к этому вам необходимо тоже быть готовы. Готовы к тому, что какие бы усилия вы не вкладывали, как бы сильно вы не старались понравиться людям, как бы сильно вы не старались восстановить отношения, что-то может не получиться. Просто потому, что люди тоже поменяют. И вот при выполнении вот этих вот всех моментов, у вас может получиться взять из этих новых реальных ситуаций на работе то положительное, то позитивное, что вы можете получить, что сейчас эти коллеги могут вам дать. Ну, кроме того, не нужно спешить. Люди все-таки взрослые. Они, может быть, относятся к вам настороженно сейчас, думают вот, что вы будете делать, как вы будете себя вести, не будете ли вы там задирать нос и прочее. То есть тут нужна выдержка, доброжелательность, активность, показ, что вы такой же человек, ну и понимание того, почему это происходит, и соответствующие отношения. На этом, думаю, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо. Спасибо.